МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"От посадки до готовой продукции у нас больше ста дней". Комплексный подход – залог успеха. Начальник цеха закрытого грунта ксу Брилева Антонина Калиниченко о трудовой дисциплине, выращивании новой продукции и уверенности в завтрашнем дне. -"Обязательно проговариваем содержание той песни, которую мы учим". Увлечение, ставшее работой. Валерий Орлов о любви к музыке и сохранении народных традиций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начал я писать где-то с лет 12-ти. То есть это все было инструментально, на гитаре, на баяне. Потом, когда уже пошла техника, компьютеры, синтезаторы, это я уже начал профессионально заниматься. Безумно люблю и вязать, и вышивать, и поделим заниматься. Когда искусство объединяет молодая семья Лавровых о воспитании детей и творческих победах. Тихий, спокойный и уютный. Сегодня побываем в расположенном рядом с Гомелем агрогородке Мичуринска, названном в честь известного селекционера. А все потому, что данный населенный пункт издавна известен раскинувшимися здесь садами. К слову, статус агрогородка деревня Мичуринская получила в 2006 году. Важную роль в сегодняшнем развитии агрогородка играет КСУ Брилева. Во многом благодаря предприятию здесь создана современная инфраструктура. Комфортабельное жилье, детский сад, школа, столовая, врачебная амбулатория, объекты торговли. Работать по совести, помогать людям и никогда не унывать. Такой жизненный девиз сотрудницы КСУ Брилева Антонины Калиниченко. Мы находимся на тепличном комбинате, томатное отделение. Мы занимаемся посадкой томатов. Девчата с рассадного отделения приводят, как вы видели, рассаду, берут и восстанавливают на субстрат. С этого момента мы занимаемся выращиванием томата. И томат у нас с сегодняшнего дня и по включительно ноябрь месяц. Можно сказать, сезон. В рассадном отделении вырастили посадочный материал. И вот на постоянное место мы его сегодня выставляем. У нас здесь вот есть такой пальчик. Мы сеем семечко сначала в пальчик. Держим температуру примерно 25-26-3-4 суток. Она всходит. Если вы видите, здесь внутри такой вот кружочек. Здесь кубик – это субстрат минераловатный. Мы, когда уже 10-12 дней прошло, мы пикируем это растение в кубик этот. И вот как оно растет. Вот этой рассаде у нас сегодня 40 дней. 5-6 листов мы ее выставляем на субстрат постоянно. 40-45 дней – это хорошая рассада. Работницы теплиц старательно закладывают посадочный материал. Антонина Калиниченко внимательно следит за соблюдением технологического процесса. Примерно через три месяца в этих теплицах ожидают первый урожай томатов. От посадки до готовой продукции у нас больше 100 дней. Мы уже вот посадили мы примерно сегодня 21 января. И мы уже 4 апреля, 5 апреля планируем первую выборку. Площадь теплиц к суп Брилева, где сегодня выращивают томаты и огурцы, почти 10 гектаров. Эту территорию обслуживают более 100 человек. Рабочий день в теплицах может начинаться в разное время. Все зависит от пары года. Осенью и зимой к работе приступают в 8 часов утра. Поздней весной и летом, когда становится довольно жарко, в 6 утра. Самое главное – все делать своевременно. Другими словами, беспрекословно соблюдать технологический процесс. А еще, считает Антонина Калиниченко, необходимо вкладывать свою душу. Ведь растения, уверена наша героиня, подобно живым существам, все чувствуют и готовы одаривать щедрым урожаем, когда ощущают заботу. Растение с нами разговаривает. Вот приходишь к нему, утром оно одно стоит. Приходишь в обед, оно другое. Вечером совсем третье. Поэтому нужно просто любить, понимать и работу свою, конечно, ценить. Антонина Калиниченко отмечает, ее работа очень интересная. Но чтобы выполнять ее на отлично каждый день, необходимо прикладывать максимум усилий. Во всех аспектах производства нужно проявлять дотошность и внимательность. Хочется уделить внимание больше, конечно, растениям. Сегодня одному, завтра второму. Здесь и питание, здесь и болезни. Они все разговаривают, все хотят, чтобы помочь им. Поэтому работа очень интересная. С одного квадратного метра в Ксу Брилева в среднем собирают более 50 килограммов овощей. Продукция завоевала авторитет у потребителя. Ее по достоинству оценили не только жители Беларуси, но и России. Однако на предприятии всегда стремятся развиваться, чтобы и дальше радовать своих покупателей. Ежегодно работники теплиц испытывают новые сорта овощей. Если в течение сезона какой-либо из них приживется, его продолжают выращивать дальше. В первую очередь смотрят устойчивость к болезням и показатель урожайности. Нам дают на испытания новые сорта понемножку, по 100-200 штучек. Мы пытаемся их все-таки посеять, посадить, урожай снять. И какой урожай с этого сорта, какой с другого сорта. Конечно, мы работаем сейчас на данный момент на килограммы, на вал. Нам доводится план. Поэтому нам нужно всю технологию изучить по этому сорту. И чтобы, конечно, этот сорт показал себе лучше предудущего. Какой лучший сорт, такой мы и оставляем. В будущем, конечно, мы работаем с этим сортом. Антонина Калиниченко в сельском хозяйстве работает более 35 лет. Причем в трудовой книжке всего лишь одна запись. Попав однажды по распределению в Брилево, осталась здесь навсегда. За время работы прошла все карьерные ступени. От овощевода и бригадира до начальника цеха закрытого грунта. И зарекомендовала себя очень грамотным и целеустремленным специалистом. Антонина Александровна очень внимательная и тактичная в отношениях со своими подчиненными. Она всегда стремится поддержать и помочь в сложной ситуации. Это очень помогает. А хорошее, что такой коллектив, поэтому с ним легко работать, с этим коллективом. Мы понимаем друг друга. Люди понимают, как себя вести на работе, как работать с растением. Цех, возглавляемый Антониной Калиниченко, неоднократно становился победителем конкурсов урожайности среди тепличных комбинатов Гомельской области. Стремление быть лучшей у Антонины Александровны с самых первых дней работы в Брилево. Такой, говорит, характер. К трудовым победам успешно мотивируют и на самом предприятии. Здесь существует система поощрений для тех, кто хорошо проявил себя. У нас есть конкурс, и люди стремятся к этому конкурсу. Они идут, они идут и стремятся, и каждый килограмм свои считает, чтобы, конечно, к концу года прийти с хорошим результатом. И я, когда начинала работу, мы же тоже молодыми пришли с училища. Да, конечно, нам было интересно. Я должна сделать больше, должна быть на первом месте. Почему вы не на втором? Вот это вот стремление, и все-таки, наверное, дало толчок к этой работе. За свой нелегкий многолетний труд Антонина Калиниченко не единожды отмечена различными профессиональными наградами. На ее счету благодарности от Гомельского облсполкома и Министерства сельского хозяйства. А недавно Антонина Александровна была награждена почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь. Как отмечает героиня нашей программы, каждый раз поднимаясь на сцену под овации, испытываешь огромную гордость и благодарность за поддержку. Антонина Калиниченко отмечает, любая награда – это приятный бонус. Самое главное же, когда ты можешь заниматься любимым делом и при этом приносить пользу. Я другой работы просто не проставляю. Я привыкла с растениями, с людьми научить, помочь кому-то. Молодежь тоже приходит к нам с училища. Как бы, да, тяжело им, но все-таки они вникают, понимают и остаются работать. Антонина Калиниченко – человек целеустремленный. Она всегда ставит перед собой новые задачи. И чем сложнее, тем интереснее. А значит, впереди еще наверняка немало покоренных вершин. Агрогородок Мичуринская – настоящая сокровищница. Здесь немало талантов и настоящих профессионалов своего дела. Неподалеку от сельскохозяйственного предприятия расположился Дом культуры, где уже почти 40 лет выступает народный хор «Вязанка». Инициатором его создания является руководитель Ксу Брилева Аркадий Кобрусев. Изначально в него вошли преимущественно работники тогда еще совхоза. В 1984 году этому творческому объединению за высокое исполнительское мастерство и пропаганду народной песни было присвоено звание «Народный любительский коллектив». Поэмоциональнее немножечко. Где надо в кое-каким местах, помните, потише, потише. Чтобы эмоционально было разнопланово, чтобы было немножечко поинтереснее. Где-то по нюансировке немножечко надо поработать, поработать с нюансировкой, чтобы чуть-чуть разнообразие было. Последние 14 лет хором руководит Валерий Орлов. Тяга к искусству у нашего героя проявлялась с самых ранних лет. Сначала это было просто хобби, затем учеба в Тульском университете культуры, после работа на профессиональной сцене. 12 лет он возглавлял Тульский областной народный хор профсоюзов. Все это время Валерий Орлов очень тесно сотрудничал с гомельскими коллективами. Неоднократно бывал с гастролями в областном центре и приглашал белорусских друзей с визитом в ответ. Волей судьбы в середине нулевых переехал в Гомель. Непродолжительное время Валерий Васильевич работал в областном доме учащихся и работников учреждений профессионального образования. Занимал административную должность. Однако творческого и талантливого человека всегда тянуло к музыке. Когда появилась возможность возглавить хор Вязанка, колебаний не возникло. Решение было принято моментально. Когда пришел, вначале было тяжело. Передо мной работали другие руководители. Они немножко по-другому трактовали эту работу, трактовали манеру работать. И все-таки пришлось где-то, наверное, перестраивать немножечко все так, как бы я хотел видеть это все. Тяжело было работать над напевностью. Люди меньше пели лирики. А я сказал, что нельзя есть кашу каждый день. Она надоест. Поэтому надо менять репертуар. В репертуаре должно быть обязательно, чтобы была и патриотика, и лирика, и грусть, и веселость. Оно все должно в репертуаре быть. Тогда это интересно смотрится. Зрителям мы должны интересовать в разных жанрах исполнительских. Репертуарный багаж коллектива составляют преимущественно народные белорусские песни. В большинстве своем это местные музыкальные жемчужины. При этом участники народного хора пребывают в постоянном творческом поиске. Как правило, репертуар формируют также русские и украинские произведения. Плюс авторские песни Валерия Орлова. Репертуар, конечно, подбираем в зависимости все-таки от того, какая цель ставится перед нами, лично перед Домом культуры. Ну и главное то, что, несмотря на то, что я русский по национальности, я понимаю, что я работаю в Беларуси. И репертуар, большая часть, конечно, мы учим белорусские песни. Много народных песен. Ищу в библиотеке, нахожу через друзей. Сам делаю несколько обработок, делал песен. И композиторские, конечно, потому что в сегодняшнее время не петь современные композиторские песни нельзя, потому что они освещают нашу бытность сегодняшнюю. Поэтому актуально то, что мы это совмещаем вместе. Белорусская, русская. Несколько песен есть в репертуаре и украинских. Вязанка – почетный гость на всех праздничных мероприятиях. Своим позитивом, задором и радостью они щедро заряжают местных жителей. Прочувствовать музыкальную магию мы смогли лично во время одной из репетиций. В народном хоре Вязанка задействованы непрофессиональные артисты. Однако на качестве исполнения это не отражается. Все благодаря педагогическим способностям Валерия Орлова. На каждой репетиции он работает на максимуме с молодым задором, как и в начале своего творческого пути. Каждый из участников коллектива к своей нынешней деятельности относится с полной отдачей. И зрители это чувствуют, а потому и почитателю коллектива немало. Я их всегда говорю, если вы приходите сюда, и вы записались в коллектив, значит вы считаете, что вы на второй работе. Считайте, что это работа. Поэтому у нас с каждого спрос одинаков. И кто лучше, кто хуже. Другое дело, конечно, по способности у людей разные. Одни могут быстрее уловить какие-то мелодии, кому-то нужно на репетиции прибавить количество времени для разучивания партии и разучивания песен. Но так или иначе мы находим консенсус, и все это, все сходится обязательно. С каждым годом мастерство хора растет. Артисты кропотливо работают над каждой песней. Обязательно проговариваем содержание той песни, которую мы учим. Меня всегда учили так. Если ты сам головой и через сердце не пропустил через себя эту песню, ты не можешь ее начинать петь так и выходить на сцену тем более. Поэтому обязательно надо проработать эту песню в себе. И потом уже выйти с исполнением ее на публику, к людям. Ну, видим, что публика нас воспринимает. Благодаря чуткому руководству Валерия Орлова, участники коллектива одинаково хорошо справляются со своими творческими обязанностями. На сцене демонстрируют высокую слаженность, что позволяет им завоевывать награды и быть желанными гостями на многих мероприятиях. Коллектив приобрел известность и далеко за пределами нашей страны. Всегда приятно, когда выезжают коллективы. Я всегда думаю, что человек работает в коллективе для того, чтобы показывать. Не просто в своих стенах петь и веселить себя, так сказать, на досуге. Я всегда говорю, что можно сесть дома, выпить чаю и попить. А если мы пришли сюда заниматься, значит, мы должны куда-то нести эту свою работу. Это должно быть настроено на то, чтобы это давать свое видение какой-то песни, каких-то произведений публике. Поэтому я думаю, что это очень здорово. Да и я думаю, что все люди, которые даже у нас возрастные, они себя здесь молодыми чувствуют, потому что, когда одевают костюмы, когда делают себе макияж, и они всегда уже на сцену выходят совершенно молодыми. Настолько преданного своему делу человека встретишь нечасто. Так можно сказать о нашем герое. Валерий Васильевич – это кладезь мудрости, тактичности, сдержанности и силы духа. Для каждого он найдет добрые, теплые слова, протянет, если требуется руку помощи, даст совет и напутствие. Музыка для Валерия Орлова – это не только призвание, а скорее смысл жизни и душевная необходимость. Я фанатично живу этим, поэтому я и когда еще учился в школе, и ходил в самодельство во Дворец культуры, я все время представлял, что я буду заниматься только с музыкой, только с музыкой. Я ходил в хоровой, в вокальный коллектив, поэтому для меня это было самое важное. Поэтому я мог и дома петь, и мог и ночью проснуться петь. И точно так же и сейчас, когда какая-то песня приходит в репертуар, разучивается, она у меня может днями в голове оставаться, и все время она прокручивается через мое внутреннее состояние. Это важно, чтобы любить свое дело. Поэтому своей работой я и хочу привнести вот это все в тех людей, которые вот у меня на сцене, которые со мной занимаются, чтобы эти люди так же любили народное творчество, народную песню, чтобы они несли ее в себе. Всецело отдавая себя любимой работе, Валерий Орлов никогда не останавливается на достигнутом, ставя перед собой самую главную цель – и дальше служить искусству. А многодетные супруги Лавровы воплощают истинные семейные ценности, являясь примером искренней любви друг к другу, взаимоуважения и понимания. История их семьи началась более 10 лет назад, когда в компании общих друзей встретились Роман и Наталья. Тогда молодые люди и подумать не могли, что будущий семейный союз подарит им четверых прекрасных детей – Владислава, Маргариту, Артема и Кристину. Хотя сами супруги выросли в многодетных семьях. У нас даже, можно сказать, что это наша укоренелая традиция, потому что у нас папа, мама из многодетных, наши родители и наши бабушки тоже. Если так брать, у меня в семье семеро у мамы с папой, у нас семеро, у него в семье у папы трое. И дальше, если идти, то у меня по дедушкиной линии у нас пятеро и трое. У них вообще, по-моему, 12 человек, по одной 14 и трое тоже. Это у нас давнее-давнее заведено. Не у всех наших родственников такая же традиция, но у нас – да, мы продолжаем. Нашу съемочную группу многодетная семья встречает в своей новой уютной квартире. Создается впечатление, что все здесь устроено с теплом и любовью. И каждый предмет интерьера имеет свою особую значимость. Наш визит совпал с подготовкой к праздникам, когда главным для каждого была, безусловно, новогодняя елка. Нарядим сейчас елочку. Дед Мороз посмотрит, какая она у нас красивая. И подарит что нам? Что дед Мороз вам подарит? Дед Мороз. Подарки. Правильно. А что у нас в ближайшем будущем, ребят? Какой праздник? Веселый. А какой праздник веселый? Новый год! Правильно, Артем, Новый год. Неотъемлемой частью семьи Лавровых является творчество. Глава семейства Роман с ранних лет начал играть на музыкальных инструментах, а также увлекся написанием песен. Начал я писать где-то с лет 12, то есть это все было инструментально, там на гитаре, на баяне. Потом, когда уже пошла техника, компьютеры, синтезаторы, это я уже начал профессионально заниматься и занимаюсь, наверное, больше 10 лет. Также сочинял музыку для Гомеля-Гомельского района, гимна. Сочинял в музыкальные колледжи. Все для эстрады. В основе музыкального творчества романа – тема семьи. Именно ей посвящено большинство музыкальных произведений, одно из которых роман согласился исполнить перед нашей камерой. Кто-то стучит в старый дом за окном И лает пес на цепи Кто же стучит, может, сын или дочь Или опять почтальон Творческие увлечения передались и детям. Трое из них уже занимаются в музыкальных классах. Это, к слову, и стало основанием для создания семейной группы. Все любят музыку. Один пошел на баян, класс уже второй. Дочка старшая пошла на пианино. И вот как-то мы решили объединить наш общий коллектив и создать что-то, может, через лет пять группу какую-нибудь и будем. Клипы у нас уже есть. Вот снимаем, все абсолютно снимаемся, всей семьей. И в основном песни про семью, про вот это вот счастье, что у нас есть. И вот так вот и поддерживаем каждый вечер, чтобы не терять хватку. Подогреваем, как говорится, разобретываем голос. И вот что-то получается у детей. И все-таки радость есть, что не зря. Свои вокальные навыки в семье оттачивают практически каждый вечер. У Лавровых есть своя семейная традиция – караоке. Дети с удовольствием исполняют как народные, так и современные песни. Посидим за столом, все, папа, давай караоке. Папа устал. Пап, ну пару песен, ну давай пару песен. Попели, ну там где одна песня, там и три-четыре. Не отстает от супруга и Наталья. В ее арсенале также немало творческих навыков, которыми она охотно делится со своими дочками. Сама творческие в отношении каких-то подделок, папье-маше, всяких таких вещей, любила еще со школы. Это безумно люблю и вязать, и вышивать, и подделем заниматься, вот цветы, допустим, это тоже моя работа. Рисовать тоже очень сильно люблю, но на это время не очень мало. Еще когда училась в институте, там, конечно, было между парами, там студенческие годы, а сейчас, конечно, времени катастрофически мало. И обычно, если вдохновение появляется, как правило, это ночью, когда спать могут лечь дети, либо выходной, либо где-нибудь в деревне поедем до бабушек, говорю, бабушкам в гости, и так пойдешь куда-нибудь, интересно, ну, не на холсте, не на бумаге, а вот уже прямо на снегу, на земле, потому что вдохновение появляется, но времени, я говорю, что очень-очень мало. Недавно в Наровле прошел конкурс «Лучшая молодая семья Гомельщины». Главное требование к участникам – семейная сплоченность, а также сообразительность, творческие способности, оригинальность выступлений. Цель конкурса – усиление статуса современной молодой семьи и создание условий для полноценного воспитания детей. По словам конкурсантов семьи Лавровых, за время репетиций и выступлений они действительно стали ближе друг к другу. Мы и дома постоянно репетировали, это всегда. Вот у нас песни, которые мы выбирали для исполнения, оно на караоке, на телевидении было, поэтому мы включали на телевизор. Они пели, танцевали, мама штудировала их, как самый хореограф, все жесткий. Туда не так, вот там не то. Ну, стараются, на самом деле они старались, и они не боятся публики. Еще до начала конкурса семья Романа и Натальи считалась одним из главных фаворитов. Уверенное выступление подтвердило статус, и по завершении творческого соревнования Лавровы забрали главный приз. Особая радость была у детей. Столько гордости было, они ходили, вот они каждому шли мимо проходящего, мы говорили, мы победили. Вот, они гордятся этим, они гордятся за свои хорошие поступки, за каждое слово спасибо, не говоря уже о каких-то дипломах и грамотах. Для Романа и Натальи самое главное, чтобы у детей все сложилось в жизни. Многое зависит от воспитания. И потому внимание этому уделяется самое серьезное. Позволяем многое им, правда, вот видите, они не стесняются, они позволяют тебе не стесняются. То есть они у нас не забитые, не зажатые, но воспитываем так, чтобы не стыдно было в обществе с ними выйти, показаться. То есть нам приятно, когда мы приезжаем в гости к нашим же родственникам, и наши родственники говорят, что у вас классные дети, они у вас воспитанные, потому что они там сидят по стронке, спасибо, пожалуйста, можно, нельзя. Вот как бы это дома, вот они дают себе волю. Вот еще не воспитались до конца, но вот постарше можно уже наблюдать, что более или менее они как бы умеют себя вести. Стараемся воспитывать, воспитывать так, чтобы нам не стыдно было. Так, как нас воспитывали наши матеря, отцы. То есть где-то и пряник, где-то и кнут. Самое главное в семье Лавровых – это единство. Они любят проводить вместе время дома и отдыхая на природе. Только вместе, уверены Роман и Наталья, можно достичь многого. Когда в семье есть поддержка, взаимовыручка и понимание, покорить можно любую высоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова